Саран Саран, с вами Мэри Ран и это Дайджест Кипоп Новостей. Репутация Нью Джинс продолжает падать, в то время как престиж Мин Хиджин растет. Нитизены устроили облаву на Зика, обвинив его в ограблении дома покойной Гухары. Также другие смежные новости у нас появляются, например, СМ Энтертеймент, обвинили в саботаже гюбилейного камбэка девочек Red Velvet. Здание Big Hit Entertainment легендарнейшее, уже буквально памятник Армии и BTS, оказалось под угрозой, естественно, многие Армии бьют тревогу. Еще приятного воссоединения Лэя с участниками Эксо, об этом и кое-чем другом прямо сейчас поподробнее полетели. Повысились ожидания поклонников группы девочек To Any One, которые так-то вообще расформированными считались. Некоторое время назад мы с вами радовались их юбилею, 15-летию, когда девчонки собрались вместе и устроили прям фотосессию, все серьезно, не просто посиделки. И также тогда появились новости, что CL встречалась с Ян Хён Соком, создателем YG Entertainment, и якобы, возможно, обсуждались какие-то пути воссоединения девочек To Any One. На тот момент Ян Хён Сок, а конкретно YG Entertainment, объявили, что это была личная встреча, и про что она там была, мы рассказывать не будем. Сейчас снова инсайдеры всякие разные сообщают через СМИ, что предположительно будет встреча всех четырех участниц To Any One с Ян Хён Соком. Этой новости несколько дней и сообщалось, что в ближайшие дни, возможно, уже все прям сейчас происходит или уже произошло. Информации о том, что должно произойти и правда ли это, к сожалению, нет. Тем не менее, многие подозревают, что, возможно, Ян Хён Сок хочет возродить To Any One. Если кто-то совсем не знает историю, то Any One это женская группа YG Entertainment, предшественницы среди женских артистов YG Entertainment, группы девочек Blackpink, сейчас уже дебютировали Baby Monster, и поскольку, на мой взгляд, с Blackpink получилось у YG не совсем так, как хотелось, их популярность все еще была высока на дебют новенькой группы женской, но удержать девчонок не так-то просто, несмотря на то, что все продлили свои групповые контракты в рамках Blackpink, да, с YG Entertainment, тем не менее, девочки Baby Monster, на мой взгляд, не получили той же отдачи со своим дебютом, как это было с девчонками Blackpink. Поскольку я помню и один, и другой дебют, мне есть с чем сравнивать, я помню, как на тот момент Blackpink вызвали такой ажиотаж, что люди, которые даже слушают по большей мере мужские группы, говорили, вот из девчонок вот эти вот что-то в них есть, и мне кажется, я начинаю слушать женский кей-поп. Действительно, они были прорывные, привлекли к себе очень много внимания, несмотря на то, что девочки Baby Monster очень талантливы, было всячески подогрето ожидание по поводу них, это длилось долгие годы, плюс потом было реалити-шоу, и сейчас девочки показывают феноменальные просто свои таланты, шикарные вокалы и многое другое, все-таки есть определенные ощущения того, что группа стартовала не так, как хотелось бы Ян Хён Соку, и не то, чтобы не добралась до планки дебютного успеха девчонок Blackpink, но и немножечко даже просела, так скажем, да. И на тот момент, когда дебютировали девчонки Blackpink очень успешно, достаточно быстро закрылся проект 21, они были расформированы, и это было сложным временем, потому что все еще группа находилась на пике популярности своей, тем не менее, конечно же, в своих охватах уступала девчонкам Blackpink, и у фанатов осталось ощущение несправедливости и исключительно понимания того, что в YG слили просто девочек Тойни Ван для того, чтобы все свои деньги вкладывать в Blackpink, потому что те приносили большую отдачу за свои вложения, так скажем, да. Возможно, действительно, сейчас Ян Хён Сок захотел после дебюта девочек Baby Monster, и после того, как Blackpink практически выскользнули у него из рук, по крайней мере, сольно, да, и сосредоточены всячески на своей деятельности, поднять еще один проект для нас, который тоже был успешным, и вот как-то подстраховать себя, да, на случай, если девочки Blackpink станут совсем неуправляемыми, выйдут из-под контроля, так сказать, да, я имею в виду агентство. Поэтому мне кажется, в принципе, такие рассуждения верны, но тем не менее, конечно же, посмотрим в любом случае, если это правда, я буду очень рада, потому что мне кажется, что сольно, несмотря на то, что активная CL-ка продвигалась, да, также Буми показывала свои сольные проекты неплохие, но не так часто. Остальные девчонки то там, то сям где-то мелькали, тоже работали, но, на мой взгляд, не слишком-то были громкими в СМИ-пространстве, да, в информационном поле, поэтому мне кажется, вот такое воссоединение даст той самой синергии для того, чтобы снова блистать. Мне бы, конечно же, хотелось, чтобы это было правдой. Тем временем, еще один проект, на этот раз уже из SM Entertainment, это девчонки Red Velvet, которые считаются теми, кого SM Entertainment пытается слить, в силу того, что есть более молодые женские артисты, это Эспо, да, и, соответственно, такие обвинения были и ранее по отношению к SM Entertainment, когда дебютировали Red Velvet, меньше внимания стало уделяться Girls' Generation. И, естественно, фандомы групп всячески защищают своих артистов, добавляя, да, в топку тех дров для того, чтобы продолжало кочегарить агентство, и то худо ли, бедно ли делает камбэки, плюс-минус, да, и вот сейчас возвращение девочек Red Velvet к их юбилейному событию, ранее нами с вами уже обсуждалось на канале, было объявлено буквально за две недели до непосредственного камбэка. Накануне перед этим Джо из Red Velvet жаловалась, что нет никакой информации о нас, как будто бы мы вообще не планируем возвращаться, хотя SM Entertainment ранее анонсировали возвращение группы девушек в этом, собственно, году, по-моему, во втором, да, квартале, как они и обещали. Я хочу сказать, что контент, который подготовили к этому возвращению, шикарнейший. Мне понравилось все концептуально, я уже на данный момент посмотрела их клип «Космик». Также я послушала их мини-альбом «Он прекрасен», все-таки «Космик», наверное, больше мне по душе. Еще «Snow Flower» мне понравилась песня, да и, в принципе, все остальные очень приятные, но эти две песни имеют, знаете, такой какой-то свой шарм, который зацепил именно меня, поэтому рекомендую. Реакция на Red Velvet заблокирована на YouTube, у меня, тем не менее, ее можно посмотреть в моем телеграм-канале, ссылку на телеграм-канал всегда можно найти в описании или в закрепленном комментарии. Что касается этого возвращения, все, опять же, не прошло гладко, и клип задержался со своим выходом, причем это произошло уже не в первый раз. После того, как поклонники собрались в 18.00, так сказать, у своих голубых экранов, клип не вышел спустя 5 минут, спустя 10 минут и спустя полчаса, только появилось уведомление от компании, которая занимается как раз-таки контентом SM Entertainment. Они написали таким образом. «Здравствуйте, это Red Production. К сожалению, сообщаем вам, что выпуск нового видеоклипа Red Velvet на альбом «Космик», первоначально запланированный на сегодня на 18.00, отложен. Задержка связана с последующими штрихами, направленными на улучшение качества видео. «Мы искренне приносим извинения, все дела, да». Поклонники взорвались негативом, потому что это уже четвертый случай касательно Red Velvet, когда компания задерживает клип. И это важно, потому что продажи альбома, стриминг клипа, стриминг песен, все это учитывается и в чартах, и в недельных, и в ежедневных продажах альбомов, музыки и прочего-прочего. И вот такое вот отношение к Red Velvet, естественно, возмущает поклонников, обрушились негативом. В скором времени клип таки вышел, с опозданием получается час, 19.00. Получается, как бы и не слишком-то велика была задержка, но вот это вот отношение и резонанс, который возник в сети после вот такого очередного кульбита SM Entertainment, естественно, еще больше сагрив фанатов против SM Entertainment. Ну а это еще не все. А Джои из Red Velvet, которая продолжает у нас всячески, не стесняясь высказываться по поводу SM Entertainment, опубликовала в Bubble сообщение. Я его вам процитирую, потому что мне кажется, оно прям достойно внимания. Она сказала, я не знаю, они совершенно не прислушались к нашему мнению и просто сказали подождать. А я сейчас смотрю, и в клипе не было ничего отредактировано. Вполне вероятно, что, возможно, хотели что-то отредактировать, потому что клип достаточно насыщенный и сложный, на мой взгляд. Там много деталей, и вот они ходят там по тонкой грани, не дай бог кто-то в чем-то обвинил там в какой-нибудь культурной апроприации. Или что-то, да, заподозрили какие-то там сектантские штуки, или еще что-то нужно смотреть клип. Он получился шикарнейший. Я не знаю, возможно, какие-то шероховатости подтирались. Но в конце концов было принято решение опубликовать так, как есть. Либо изменения были незначительные и не стоили того, чтобы задерживать клип на час. Да и, собственно, блин, у вас столько времени было, как получилось, что задержка произошла на час. С другой стороны, я понимаю, что бывают всякие разные ситуации. Ну, вот могло случиться. Но уже четвертый раз подряд это уже, как бы, действительно выглядит достаточно странно. Были всякие разные другие обвинения по поводу отношения компании Кред Велвет. Уже неодноразово отправлялись и грузовики, и высказывалась, например, Айрин, да. По этому поводу не буду останавливаться. Тем не менее, конечно же, очень многие раздосадованы и опечалены. Уже появилась статистика по продажам альбома за первый день. Обозначено, что было продано 139 556 альбомов. Это на 6000 меньше, чем их Chill Kill. В статьях во многом преподносится это так, что вау, люди удивлены, что, несмотря на все эти траблы с камбэком девочек Red Velvet, они все равно показали хорошие результаты и почти достигли там до каких-то отметок. Но мне хочется обратить внимание, что они не достигли, а это их возвращение шикарное. И то, что прошлое было хуже, тем не менее, мне кажется, группа должна в динамике расти. И если мы видим некоторое отставание, да, то это, соответственно, уменьшает и будущее финансирование, и внимание со стороны брендов, которые, да, предлагают рекламу и прочее, прочее. Поэтому, конечно же, мне кажется, тут не за что радоваться. И вот эти вот сами продажи, вот эти вот размеры, да, учитывая, что в этом интертейменте сейчас есть группы, которые продаются миллионами в первый день, неважно, там есть предварительная закупка или нет. Суть в том, что действительно девочки Red Velvet не достигают тех же планок. И рядом приблизительно, как сейчас, Эспо, мальчишки NCT или Rise, которые не так давно у нас дебютировали. Поэтому нет ничего удивительного, что SM Entertainment хочет вкладывать деньги в те проекты, которые приносят большую отдачу, помноженную в пять раз, если судить, да, вот по статистике продаж девочек Red Velvet. Это все бизнес, это все коммерция, и это не может, к сожалению, не расстраивать. Я считаю, что если бы SM Entertainment в равной мере разделяли свое внимание между всеми артистами, если бы они не слили так нагло, например, в какое-то время EXO, когда они были на пике популярности. Они были самым популярным коллективом на тот момент, но уже долгое время существовали новички NCT и никак не могли выйти из тени EXO. И такое вот ощущение, что SM Entertainment просто прикрыли немножечко, да, внимания к EXO для того, чтобы продвинуть NCT. Но напомню, что на тот момент это место номера один в Южной Корее заняли BTS, а не NCT. Тем не менее, вот такое вот отношение стратегическое, да, SM Entertainment, конечно же, расстраивает. И лучше бы они как-то, я не знаю, более-менее разделяли свое внимание, чтобы все артисты и олды и новенькие достигали высоких рубежей. Ну, блин, я не знаю, мне, конечно же, как фанату всегда жалко. Хочу сказать спасибо Айвенку, кто стал спонсором этого новостного выпуска, получила донатик, получила донатик. С покрытой даже комиссией сервиса, но нет никакого сообщения, поэтому просто отправляю тебе в ответ вот такие вот саранхэ. Тепло, лучи своей любви и благодарности. Естественно, вот такая большая, индивидуальная, тоже исключительно твоя. А теперь возвращаемся к новостям. Давайте поговорим про эту супер, блин, странную ситуацию, которая произошла с Зико. Я напомню, что Зико это у нас участник группы Block B, они так-то по сути уже расформированы. Он такой костяк был непосредственно в этой группе. Многие говорили, что если он уйдет, коллектив развалится. Чего я об этом сейчас рассказываю, не важно. После этого он уже создал свое собственное агентство для себя непосредственно, Кос Интертеймент, также там еще находится один артист, и некоторое время назад это агентство присоединилось к Хайпу. Уже несколько лет назад, собственно. Да, вот Зико вернулся из армии и оформил свой коллектив Boy Next Door. Наблюдаем. Также наблюдаем за скандалом между Эддор и Хайп, естественно, всеми остальными саблэйблами Хайп, которые так или иначе сейчас страдают от хейта, от злонамеренных, так сказать, публикаций в СМИ, да. И люди находят каждый повод для того, чтобы где-то в чем-то обвинить Хайп, его саблэйблы, кроме Аддор. Ну, Аддор отдельная история, потому что поклонники артистов Хайп, всех остальных не Эддор, точно так же обваливаются негативом на Эддор. Короче, война продолжается. И вот сейчас просто, ну, практически безосновательно обрушились серьезные обвинения в адрес Зико. Не так давно я видела достаточно много публикаций о том, что СБС готовит свое расследование касательно грабителя дома покойной Гухары. Сама программа называется «Вопросы без ответов» и уже некоторое время назад она, так сказать, упала немножко в репутации. Не буду на этом останавливаться. Короче, по всей видимости, хотели реабилитироваться. Громко очень освещался, собственно, этот выпуск. Если кто-то не знает, Гухара, к сожалению, уже ныне покойная. Она сыграла определенную роль в скандалах с Бернин Сан и секретными чатами Чо Джун Йона. Об этом стало не так давно из фильма «Би-Би-Си», что Гухара поспособствовала тому, чтобы открыть некоторые личности, вела переговоры с теми ребятами, которые потом в итоге получили осуждение и отсидели речь конкретно про Чхве Джун Хуна. И, естественно, об этом все говорили, что оказывается, оказывается, она в этом всем была замешана. И, возможно, многие из тех, кто отсидел, знали, что она как бы приложила свою руку, несмотря на то, что мы об этом все остальные, общественность, могли не знать. И вот о том, что дом Гухары был ограблен непосредственно после ее смерти, уже мы знали давным-давно. Это могло быть связано как с ее бывшим парнем. Перед своей смертью Гухара пострадала от него, велись судебные разбирательства, очень долгие, достаточно несправедливые в отношении нее, и многие думали, возможно, это как-то с его стороны. Тем не менее, сейф был выкраден из ее дома, но оказался пустым. Позднее брат Гухары рассказал, что он после ее смерти сразу же из этого сейфа забрал все ее телефоны. Соответственно, тот, кто попытался выкрасть этот сейф, ничего не получил. И вот сейчас СБС, проводя расследование, опубликовали снимок, достаточно неразборчивый в плане лица с камер наблюдения, и составили предположительный фотопортрет. Очень многие посчитали, что этот человек с фотопортрета вылитый из Зика. И, естественно, не просто так у людей сложилось одно с другим, потому что ранее Зика так или иначе фигурировала в этих скандалах, мимо проходящих. То есть он не был ни за что привлечен, но получил долю хейта и тогда, и сейчас, когда вышел фильм BBC, потому что некогда на одном из шоу он упоминал золотой телефон Чон Джуньона до того, как этот телефон еще стал застоянием общественности и всего этого скандала. И многие подозревали, что Зика видел все это безобразие в мессенджерах Чон Джуньона, но молчал. На что Зика тогда отреагировал, что на самом деле он видел только контакты непосредственно Чон Джуньона и не знал, что происходило в его чатах. Сейчас, когда вышел фильм BBC, на Зика снова обрушились, мол, говори правду, да. И вот сейчас, когда появился фотопортрет, многие решили, что скорее всего это Зика и пошли в его аккаунты, да и везде, в принципе, на разных социальных площадках, писать прям серьезное обвинение в его адрес, что он обокрал дом покойной гухары. Поскольку я эту новость коротко обозревала в своем телеграм-канале, я видела комментарии некоторых от вас, мол, люди удивлялись, зачем Зика, он же ж популярный и так далее, он достаточно зарабатывает, что ему там грабить дом другого Айдова. Но речь здесь была немножечко в другом, многие подозревали, что, возможно, он хотел выкрасть какие-то улики. И речь здесь не только конкретно про Зику, а скорее, да, про грабителя, который, возможно, не из-за наживы был в доме гухары, а непосредственно для того, чтобы какие-то улики, собственно, заполучить и не дать им распространиться, не дать им попасть в руки полиции или кого-то еще. Вот такие вот, собственно, варианты. Естественно, после того, как все эти обвинения появились, Кос Интертеймент тут же отреагировали и опубликовали большое заявление, в котором опровергли все эти слухи. Более того, заявили, конечно же, о юридическом преследовании тех, кто распространяет слухи и клевету в отношении Зику. После этого уже прошел день практически, полтора-два, немножечко ситуация затихла, то есть новых витков у нас пока что нет и слава богу. Еще у страсти у нас произошли связанные с девочками New Jeans из одной из платформ, имеющих плохую репутацию. Это конкретно DC Insight, по-моему, так она называется. И это та самая платформа, на которой в прошлом году, летом прошлого года активно распространялись угрозы жизни и смерти, связанные с поножовщиной. Вы помните, в напряжении была Корея в прошлом году из-за всех этих новостей были угрозы в адрес, например, ЭСПО, да, СМ Энтертеймент и полиция предпринимали определенные меры. И вот сейчас подобный пост появился в отношении девочек New Jeans. Человек опубликовал фотографию, где он в руках держит нож. Познали, как японский какой-то нож, но думаю, что не столь важно, прочитаю заголовок. Звучал так. Я купил его, чтобы использовать, когда New Jeans проведут концерт. Я напомню, что девочки сейчас дебютировали, можно сказать, в Японии. Сингл сверхъестественное. И у них активная деятельность, фан-сайны на сегодня-завтра запланированы. Все должно пройти в Токио. Это Токио-дом, достаточно крупная площадка. Естественно, люди распереживались, вдруг во время мероприятия что-то произойдет. Сам пост также был еще подписан. Я собираюсь заколоть каждого участника New Jeans, как только они выйдут из фургона. Вот такое вот сообщение. Позже стали появляться всякие разные посты, и многие связали их непосредственно с этим человеком, предполагая, что писал он. Он жаловался на том, что любое упоминание девушек New Jeans такое ощущение, что только больше их продвигает. В общем, такой непонятный парень, то ли их ненавистник, то ли тот самый сталкер, который так любит, что аж ненавидит. Короче, бывают всякие разные случаи. Эдор, агентство девчонок по этому поводу сразу же высказалось. Они сказали, мы готовим усиленные меры безопасности совместно с японской компанией по планированию концертов. В Корее полиция проводит расследование, и мы активно участвуем в нем. Мы делаем все возможное, чтобы артисты могли безопасно участвовать в запланированных мероприятиях. Я надеюсь, что все, конечно же, пройдет хорошо, потому что в прошлом году, когда были подобные угрозы в отношении Winter из Эспо, были предприняты меры, и все прошло гладко, все прошло хорошо. Тем не менее, я каждый раз, когда у нас появляются подобные обвинения, напоминаю, что даже если все проходит хорошо, это не проходит бесследно. Каждый раз это оставляет определенные шрамы психические на ментальности непосредственно артистов. Тем временем, Корейский институт репутации бренда продолжает ежемесячно публиковать свои сводки. Я периодически тоже делилась ими, напомню, что это такое конкретно. Они делятся своего рода чартами популярности артистов, как женских отдельно групп, мужских отдельно групп и в целом всех групп. Также они отдельно составляют рейтинги артистов непосредственно. И, собственно, популярность вычисляется по упоминаниям в интернете, по активности и так далее. И в зависимости от того, как активно продвигается группа или артист, в зависимости от камбэков или скандалов, все это, можно видеть, всегда отражается на непосредственно этих месячных результатах. Девочек Нью Джин всегда можно было видеть в верхушках этих топов. Вот она рассказывается в статье, что с момента дебюта 2022 года, ближе туда, к декабрю, девчонки добрались до третьего места в рейтинге бренда певцов и на первое место непосредственно бренда как женская группа. Далее, в 2023 году они занимали первые места, за исключением где-то четырех месяцев, где они уступали место кому-то другому. И вот 2024 год, январь месяц, они начали с таких позиций. Во-первых, это было второе место в рейтинге женских групп и девятое место в общем, среди всех артистов. Но в ближайшее время они не повысились, а наоборот понизились и плюс-минус несколько месяцев находились то на седьмом, то на пятом, то опять на седьмом, то на пятом, туда-сюда, значит, их рейтинг с какао в рамках первой десятки. Потом вдруг, как все это общаются в статье, они внезапно упали на двадцатое место в рейтинге как женская группа и в конечном итоге еще опустились на двадцать третье. Что касается общего по всем артистам, да, они вообще сейчас находятся на девяностом месте. И, естественно, все это спровоцировало разговоры о том, что непосредственно конфликт между Эдор и Хай повлиял на девушек. Вместе с тем, поклонники New Jeans говорят, что уже давным-давно подозревали, что весь этот рейтинг на самом деле купленный, подтасованный. И сейчас, видя, что девочки New Jeans все еще продолжают активно продвигаться, что они везде, у них много деятельности, у них продолжает выходить музыка, к ним обращаются рекламодатели, люди лишний раз убедились, что этот весь рейтинг предвзятый. Вот так многие сейчас, когда не нравятся уже новые показатели, отвергли, значит, раньше хвастались, гордились, теперь говорят, все неправда, если наши не номер один. Но, с другой стороны, кто знает, может быть действительно. Тем временем, по поводу Мин Хи Джин все больше появляется рекламных статей, я по-другому их назвать не могу, тем не менее, кое-что я уже публиковала в Телеграм-канале, так, например, художник, с которым посотрудничала Хи Джин для разработки персонажей девочек New Jeans, собственно, нарисовал тоже ее, не буду останавливаться, здесь и другие новости появляются, так, например, во время съемок клипа девочек сверхъестественное вышло, появилось в аккаунте одного из участвующих, собственно, съемочной команды, фотография, где большинство сотрудников носят синие кепки. Эта синяя кепка точно такая же, как носила Мин Хи Джин на своей знаменитой пресс-конференции. Пост заглавлен был так, типа, не показывайте эту фотографию Банши Хиоку, ну, дескать, сгорит, значит, от зависти. И, естественно, тут же все сразу же припоминают упоминания о Элит Кор в фильме, который выпустили Белив. Это выражение очень многие высмеяли на тот момент и оно как бы прилипло Мин Хи Джин Кор после того, как ее наряды на пресс-конференциях стали популярны, в частности, это, да, зеленый полосатый свитшот и синяя кепка. Я, честно говоря, когда увидела эти статьи, подумала, ну, конечно, с одной стороны, возможно, команда решила поддержать Мин Хи Джин и они купили себе эти кепки, с другой стороны, это как-то как будто бы не сильно естественно выглядит, потому что вряд ли каждый там практически сотрудник является отдельным фанатом Мин Хи Джин, купил себе кепку и так совпало, что ее купили и остальные. Многие люди также усомнились в этом, учитывая, что после пресс-конференции полностью весь ее лук был раскуплен на всех сайтах и купить кепку просто так легко, да, каждому второму было достаточно проблематично. Но вскоре, в принципе, все стало на свои места, когда один из людей, собственно, присутствующих на съемках сказал, что эти кепки им попросту выдали. Я думаю, что это был пиар-ход, выдали эти кепки, которые с днем, с огнем не сыщешь и люди, естественно, одели их на себя для того, чтобы, ну, как-то, знаете, команда все дела, плюс ко всему, скорее всего, сотрудничая непосредственно с Нью Джинс и работая в коллабе с Мин Хи Джин, как с продюсером, да, они испытывают к ней уважение и благодаря этому, собственно, одели эти кепки и сказали им одеть специально или нет, я, конечно же, не знаю, но, естественно, все это появилось не просто так и это напоминает как раз-таки тот вирусный маркетинг продвижения Мин Хи Джин, но это, естественно, не означает, что вся эта популярность Мин Хи Джин деланная, нет, на самом деле ее очень крепко поддерживают в Южной Корее и все больше людей я замечаю тех, кто за рубежом на западных сайтах выступает в ее защиту, также в нашем сообществе очень многие отвергают банши Хёка и поддерживают именно Мин Хи Джин и, соответственно, они также распространялись сейчас ролики, поскольку девочки Нью Джинс продвигаются в Японии, Мин Хи Джин отправилась туда вместе с ними, она была замечена возле магазина Лайм и к ней несколько поклонниц Нью Джинс, возможно, либо ее личных, не знаю, подошли, попросили сфотографироваться, этот ролик с милыми девчонками разлетелся в интернете и многие хвалят Мин Хи Джин за то, что она добилась того именно к себе отношения, за которым все время гонялся Бан Ши Хёк, но он этого добиться не смог, а Мин Хи Джин, значит, смогла. Ну, естественно, кругом упоминают этот Мин Хи Джин Кор и говорят, интересно, вот эта вот одежда на ней, которая была одета, как быстро она будет раскуплена на всех сайтах. Тем временем у нас готовится к своему сольному, можно я скажу, или дебюту, потому что, в принципе-то, как сольный артист под своим собственным лейбом, где Лиса может делать в принципе абсолютно все, что захочет, у нас вот это возвращение случится впервые такое. Но, конечно же, это все-таки не дебют, она сольная у нас уже дебютировала, но мне кажется, что это будет нечто отличное от того, что она показывала ранее, это уже можно даже судить по тем тизер-фотографиям, которые вышли к ее Rockstar. Они собрали вокруг себя много обсуждений, что-то я уже показывала о новостях, некоторые посты публиковались непосредственно в моем телеграм-канале, обвиняли ее и в затемнении кожи, то есть это blackfishing, не буду тоже останавливаться, если кому-то интересно, переходите в мой телеграм-канал, там очень активное среди вас было обсуждение среди айвиков, среди подписчиков, да, хочу рассказать еще кое-что, так, например, вышел уже тизер к ее предстоящему релизу. Люди просто в восторге от вайбов, которые, с одной стороны, свойственны, да, Лисе, то есть с ее хореографией мощной, с ее визуалом, с ее пластикой, внешностью и со всем остальным, с энергией. Люди, в общем-то, нахваливают, но в предвкушении, конечно же, некого нового витка в образе Лисы, потому что он уже из тизера, в принципе, ощущается, чего конкретно ждете от этого релиза, расскажите мне вы. По поводу также наших легенд, это у нас Исин Эзаксо, который выпустил свой первый полноформатный английский альбом, он получил название Step. И сейчас его то-там-то-сям продвигает, в частности, также в Южной Корее прошли вот его концерт 24 часа, он там несколько дневный был, посетили его концерт участники Эксу, это так мило, в первый день присутствовал Сэхун, Исин упомянул его во время выступления, даже несколько скорректировал одну из своих песен для того, чтобы обратиться непосредственно к Сэхуну, Сэхун смущался, все было очень мило, выводили его на большой экран, на следующий день его посетил на концерте Сюмин, да-да, тот самый Сюмин, который сейчас значит в центре у нас всяких разных разногласий между Экс-Очен Бэкси и Эсэм Энтертеймент, тем не менее, как мы видим, отношения между ребятами все равно остаются теплыми, компаньонскими. Более того, Сюмин удали микрофон, он рассказал о том, что печалится, собственно, слишком давно не выступали они вместе с Исином на одной сцене. И также потом оказалось, что к этому мероприятию совместному присоединился еще и Чанёль, он подарил Исину торт, большой, трехъярусный, белый такой, ангельский, может, свадебный, если хотите, ладно, я шучу, и также эта троица потом отправилась вместе на обед-ужин, вот такое вот воссоединение. Опять же, еще раз хочу сделать акцент на том, что сейчас, несмотря на вот эти вот все розни, многие задают с вопросом, как между собой ладят Эксочин Бэкси и остальные участники группы, и у нас Сюмин из Эксочин Бэкси, и Чанёль, как представитель остального состава группы, и Исин, которые где все вместе собрались и прекрасно провели время, поэтому я, конечно же, как и остальные Эречки, была очень рада услышать об этом и увидеть эти кадры. Здание Биг Хит, легендарнейшее, которое положило начало, так сказать, старт успеха Бонтан, ну не само здание, но оно плотно с этим связывается, даже мой суперстар из подвала связан, собственно, и с этим зданием, ну практически. Первые два этажа, там их несколько, занимали Биг Хит, как раз таки, да, а тренировались ребята в подвале соседнего здания, все начиналось там. Уже давным-давно после переезда из этого здания ребята BTS снимали там свое шоу, возвращаясь, так сказать, к истокам, да. Это здание памятное для всех армий, очень многие со всего мира стекались к этому зданию и оставляли там свои пожелания, послания. Уже много раз поднимались вопросы по поводу того, норм это или не норм, но тем не менее, это практически стал мемориал Бонтаном. Биг Хит съехали оттуда, по-моему, в 2017 году в другое здание, в конечном итоге вообще в том самом большом здании небоскребе, Биг Хит, вернее, то есть хайп, да, сейчас уже существует, но вот это вот здание все равно оставалось памятным. И вот недавно появились статьи о том, что Убин, это актер, знаменитый, легендарный, купил это здание. Естественно, армии тут же впали в шок, а что теперь дальше будет, то есть будут ли удалены все эти надписи, мемориальные, или все будет оставлено. Некоторые защищали Убина, говорили, ну, вряд ли он станет удалять, он все сохранит, но с моей точки зрения, это такое давление, даже защищающее, да, но представьте количество тех армий, которые обрушились на Убина, хейтом и негативом, обвиняя его в том, что он вообще это здание памятное для армии купил. Что зуберстранно. Естественно, сейчас уже на этой почве все это стало более-менее обретать каких-то очертаний, потому что люди разъясняют, что Биг Хит по сути этим зданием никогда и не владели, они там вместе с другими компаниями арендовали пару этажей, и после того, как съехали оттуда непосредственно Биг Хитный Нехайп, а также одна из компаний, которая там строительная присутствовала, она обанкротилась или что-то там закрылась, это здание вообще стояло порожняком, и нужно отдать должное хозяину этого здания, что он до сих пор оставил все эти мемориалы, хотя по сути это является вандализмом. Армии, которые писали свои сообщения, свои имена и всякое разное на этом здании, они как бы нарушали закон, если разобраться, то есть получается здесь двояко, с одной стороны память, с другой стороны нарушение закона и вандализм, и говорят, что полное право абсолютно хозяин здания имеет продать, а убин купить и распорядиться по своему личному усмотрению, хоть снести, хоть все это закрасить и построить на фоне этого всего что-то свое, но я хочу сказать, что убину, конечно же, не позавидуешь, да, оказаться в такой ситуации, если бы я купила это здание, не будучи армией, да, я бы побоялась что-либо оттуда стирать, потому что даже если я буду действовать в рамках закона, да, то могут меня где-нибудь в подворотне просто за что-то стертое имя встретить, и все, и их, она, капец, короче, стремненько, конечно, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, пользуясь моментом, хочу напомнить, ребят, что на канале Ариран Плюс сейчас у меня проходит неделя любимых клипов, где мы с вами возвращаемся к истокам, так сказать, и смотрим старенькие клипы, то есть в формате реакции, если кому-то интересно, ссылка есть в описании, следить за подробностями можно также в моем телеграм-канале, так что, да, сейчас у нас с вами выходят не только мультиреакции, не только реакции на новинки кей-поп. Тем временем у нас Чимин готовится к своему возвращению уже в армии, уже ранее обозревала, что мы ожидаем его альбом, называется Он Муз, продолжает выходить определенный контемн, так вышли уже, например, концептуальные фотографии, муд-фото, муд-тизер с Чимином. Я это вам все покажу конечно же в рамках новостного выпуска, поболтаю пока, чтобы успеть все вам показать. И конечно же Техен, который планирует выпустить свой фотоблок, но тут не слишком много всего известно, соответственно слишком останавливаться не буду, просто сказал об этом к слову. Надеюсь, что выпуск был для вас не просто интересен, но и полезен, что вы не забудете поставить большой пальчик вверх. Напоминаю про неделю любимых клипов, еще раз благодарю Айвенка, кто стал спонсором новостного выпуска. Всем-всем вам моя большая благодарность за то, что вы все со мной, а на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ари Ран, люблю вас, целую. Пока-пока-пока.